Кто эти темнокожие люди в белоснежных одеяниях? Их можно видеть на всех святых местах, на всех двундесятых праздниках, в любую погоду, в любое время года. Они приходят с малюсенькими детьми на руках и очень сильно молятся. Притом, вот вы видите сейчас людей в ярких облачениях, это миряне. У эфиопской христианской общины есть свои абсолютно уникальные древнейшие традиции. И об этом мы и хотим сегодня вам рассказать. Самобытная эфиопская культура очень хорошо смотрится в наших ландшафтах и на территории Святой Земли. Это не выглядит, как будто какая-то экзотика здесь попала, а вполне органично. Эти кадры, недорогие мои, это не из Одиссабеба, не из Эфиопии и не из горах эфиопских. Это у нас на Святой Земле иудейская пустыня. И эфиопы чувствуют себя как дома. И не только чувствуют, они смотрятся естественно. Это связано с их очень глубокой связью с Иерусалимом. По их традиции, они и их королевский дом, который был до 70-х годов, это из царя Соломона и царицы Савская, действительно. Библейская древность у эфиопов во всем. И особенно, конечно, в их богослужении и пении. Вы обратили внимание на этот удивительный музыкальный инструмент. Такой музыкальный инструмент называется крар. И можно с точностью сказать, что сохранился он с библейских времен. А вот это месенко, древняя скрипка. А вот этот инструмент, систрум, о нем скажем отдельно. В Псалтире мы с вами читаем «Хвалите его во глазах восклицания» про Господа. И вот на иврите цельцелей шама – это вот этот музыкальный инструмент, который у нас перевели словами «глазы восклицания». До сих пор во время эфиопского богослужения, в особо торжественных моментах, его крутят в руках, и он издает такой гремящий, звенящий звук. А вот систрум держит в руках сама царица Нефертити. Но неудивительно, ведь эфиопы с египтянами всегда были соседями. Совершенно верно. И также с церковной точки зрения они были до середины XX века под амафором патриарха Коптского. То есть у них связь церковная, и фиопы, и также египтяне, сириане, они все часть, вот одно семейство ориентальных восточных дохалькидонских церквей. Смотрите, это главная святыня эфиопской православной церкви, храм Святой Марии Сионской в городе Аксум. Это древний царский город Аксум. По их преданию здесь хранится тот самый ковчег завета, который царь Соломон отдал своему сыну от царицы Савская. Таким образом, эфиопы считают, что у них прямая линия с библейскими царями. У них действительно, я могу вам сказать, однозначно рукописи очень древние, и они сохранили особые иерусалимские церковные литургические традиции. Это так и есть на самом деле. Среди современных граждан Израиля есть как эфиопы-евреи, так и эфиопы-христиане. Притом, евреи-эфиопы приехали в Израиль как новые репатрианты в 80-е годы XX века. А христианские эфиопские общины живут здесь уже точно не одну сотню лет, а первые монахи эфиопские вообще-то были здесь уже даже в IV веке. Эфиопы очень дружелюбные, очень хлебосольные. Вот здесь они угощают нашу группу в родительскую субботу, это съемки двухгодичной давности. Ну и, конечно же, главный центр для любого эфиопа, живущего на святой земле, для эфиопа-христианина, это, конечно же, Иерусалим. Мне сразу всегда поразило особое благочестие, что есть у эфиопов. То, что меня всегда привлекало в православии, то, что меня тянуло, это благочестие, которое есть, конечно, у наших монахов, которые я всегда подражал, но тут перед нами не монахи, это миряне, в том числе молодые ребята. Это храм пуст. Эти съемки я совершил во время первого локдауна, когда была пандемия, и пандемия еще с нами. И вот я убедился, что у эфиопов особое благочестие. Вот один я у храма гроба Господня. Вокруг меня никаких толп туристов. Одни эфиопы и кое-где монахи. И порою иногда дети, и миряне, и просто простые рабочие ведут себя даже более благочестиво иногда, чем наше духовенство. Это меня очень поражало, потому что вера проверяется, когда? Когда бедствие. Все сидят по домам, все боятся заражаться, священники, епископы, миряне. А кто ходят? Вот эти ангелоподобные эфиопы. Я не боюсь это сказать, они действительно стремятся к вот этой ангелоподобной жизни. И это не только у монахов, это у всех. Особым контрастом были всегда одинокие молящиеся эфиопские фигуры. В период наплыва туристов среди суетящейся, шумной, беспорядочной толпы, кладущие свои поклоны или замерзшие в глубокой молитве около святых мест. Многие эфиопы приходят в храм гроба Господня после работы или после школы с детками, поклониться, приложиться и всегда очень аскетично молятся. Не только в самом храме гроба Господня, но и вот здесь. Здесь, слева, во дворе храма гроба Господня, есть заветная дверка, которая ведёт в два эфиопских храма. Они особо почитают ангелов, поэтому архангел Михаил, вот храм в честь архангела Михаила, вот вход, и через вот эту небольшую церковь идёт вот такой узкий коридор, который ведёт нас в следующий храм, который находится выше, а дальше уже сама крыша, где уже с 16 века селились монахи эфиопы. Конечно, эфиопские монахи были здесь на святой земле ещё с 4-5 века, об этом есть свидетели, но мы знаем, что они нашли своё место на крыше храма гроба Господня, поскольку они не смогли найти место внутри храма гроба Господня, там, где греки, католики, копты. У эфиопов хотя бы есть вот здесь, прямо у входа гроба Господня, свой собственный храм. По эфиопскому преданию, на этом самом месте царь Соломон встретился когда-то с царицей Савской. И, как говорят нам летописи, монастырь эфиопов стоял здесь уже в XII веке. Потом, правда, были периоды, когда их отсюда прогоняли, потом опять возвращали. Кстати, до сих пор за это место у них идёт тяжёлая судебная тяжба с коптами, которые хотя тоже относятся к древним дохалкидунским восточным церквям, которых мы также ещё называем монофизитами или миофизитами, тем не менее они сослужат и причащаются с эфиопами. Но вот конкретно за это место у них идёт тяжба, поскольку у них всё-таки разные культуры и, естественно, что отдельные церкви. И вот этот узенький проход, где раньше можно было видеть таких, знаете, немножко неловко поднимающихся, спотыкающихся туристов, ведёт нас на второй этаж. Здесь находится церковь четырёх животных, упоминаемых в книге пророка Изекииля, и символизирующих четырёх евангелистов. Что очень интересно, эфиопские иконы соседствуют с русскими. Об этом мы ещё поговорим, потому что кроме этих двух храмов мы посетим с вами ещё самый большой эфиопский храм, который находится в Западном Иерусалиме. То, что неизбежно ощущается в этих храмах, удивительная благодать и полный, невозмутимый покой. Такое ощущение, что никакие земные события эти места просто не касаются. Из полумрака эфиопского храма потихонечку выходим на улицы. Дело в том, что мы уже находимся на крыше храма Гроба Господня. Фактически прямо чуть в сторонку от Голгофа. Здесь был большой византийский храм при царице Елены, потом большая трапеза ещё при крестоносцев, тут кое-где даже остались развалины. Но среди этих развалин, как всегда, монахи делали и в Древнем Египте, и в Эфиопии, так и сейчас. Монахи живут здесь в простоте. Место действительно выглядит, как древняя эфиопская деревня. Забывается даже, что мы в центр старого города, на крыше храма Гроба Господня. Особая эстетика здесь, ну, нельзя сказать, что есть, но какая-то особая, на мой взгляд, красота в этой простоте. Мы находимся фактически между Голгофой и Александровским подворьем, где порог судных врат. И вот эти вдалеке арки, оставшиеся от трапезной крестоносцев, какие-то части, оставшиеся от византийского мартириума, эфиопские мазанки, буквально как в Древнем Египте или в Древней Эфиопии, могли также жить монахи, создают такой очень своеобразный колорит, своеобразные сочетания и, опять же, дают нам возможность прикоснуться к библейской древности. Монахи, конечно, не очень любят, когда здесь снимают и фотографируют, поэтому мы делаем это аккуратно, но и дружелюбные, и, в общем-то, если спросить разрешения, они всегда туристов, паломников сюда и раньше тоже пускали, разрешали немножко заглянуть в их жизнь. Надо вам сказать, что вот такая же простота и, в общем-то, аскетичность отличает и эфиопов мирян, которые живут и в Старом Городе, и за его пределами, в Западном Иерусалиме, иногда в современных, но бедных, правда, районах Иерусалима. Они также могут жить вот в такой абсолютной простоте и скромности. В монастыре Дерет-Сультан живет на сегодня около 20 монахов. Это и мужчины, и женщины. Каждый живет в своей крохотной келье. Вот это, кстати, их цистерна древняя для питьевой воды. И, конечно же, у эфиопов, кроме монастыря, есть еще одно место в Старом Городе – это эфиопская патриархия. Для того, чтобы в нее попасть, нужно спуститься с крыши храма Гроба Господня, пройти к крестному пути и подойти к восьмой остановке крестного пути. Восьмая остановка – это, по преданию, то место, где Христос обратился к иерусалимским женщинам. Дщери иерусалимские не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших. И вот как раз тут есть поворот на улицу эфиопского монастыря. И там и находится эфиопская патриархия, где живет эфиопский епископ. А теперь мы находимся с вами в западной части Иерусалима, за стенами старого города, на улице пророков. В XIX веке жить в старом городе было тесно всем. И вот эфиопы выходят за стены. Помогает им в этом царский дом король Менелик II, который приобретает землю за пределами старого города. А вот и эфиопское консульство, построенное здесь в 1928 году. И посмотрите, какой замечательный лев, символ царской власти. И надпись «Лев Иуды победил». Это, кстати, из апокалипсиса о воскресении и втором пришествии Христа. Эфиопское консульство представляет в наше время плачевное зрелище. Плачевное, потому что царское покровительство прекратилось последним царем. Это был Хайле-Селезия, «Слава Святой Троицы», так его называют. Это был последний помазанник из рода и династии Соломоновской, эфиопское. После этого была безбожная эфиопская коммунистическая партия. Во власти фактически до 90-х годов церковь. Были большие гонения на церкви. Потом была попытка захватить церковь, что коммунисты эфиопские использовали для своих целей. Короче, не было никакого царя, который бы мог заботиться о главных царских предметах недвижимости в Иерусалиме. Сейчас в консульстве снимают квартиры некоторые эфиопские семьи, а рядом с консульством находится тоже такой же печально заброшенный дворец царицы Таиту, жены Менелика II. Когда-то царица хотела, чтобы здесь был паломнический дом и также, чтобы здесь проживали монахи. А сама она планировала только приезжать с визитами сюда на святую землю. Видите, как хотела, чтобы в ее отсутствии помещение дворца использовалось с пользой и с прибылью для ее общины. Да, многое изменилось. Нету больше у эфиопов таких благочестивых и добрых царей, но остался народ и осталась очень крепкая вера. Давайте снова послушаем немножко эфиопское пение на этот раз на месте Вознесения Господня в праздник Вознесения. А теперь как раз пойдем в эти царские земли. которые приобрели при царе Менелика II и там, где находится самый главный эфиопский центр Иерусалима, в Западном Иерусалиме. Вот мы пока еще на улице Пророков и продолжаем дальше до улицы Эфиопов. Вот здесь как раз поворот в сторону улицы Абиссинцев или улицы Эфиопов. Одна из самых красивейших улиц Иерусалима. Это так считают фактически все израилитяне Иерусалим без исключения. Эфиопский царь совершенно не случайно купил землю именно в этой части Западного Иерусалима за стенами Старого города. В это время здесь вдоль улицы Пророков строили свои миссии русские, англичане. Здесь же жил, кстати, впоследствии чуть-чуть позже, и Лейзер Бенигуда, возродитель современного языка иврит. Бок о бок жили арабы-палестинцы, евреи, иностранцы. И вот здесь появляется такой эфиопский компаунд, к которому мы с вами и идем. Интересно, что строили эти дома палестинские архитекторы. Жили в них и палестинцы, и эфиопы. Сейчас до сих пор здесь смешанное население. Здесь могут жить рядом и эфиопы, и израильтяне по соседству евреи. И, кстати, квартиры здесь тоже довольно дорого стоят. Так что район этот действительно необыкновенно колоритен и несет все-таки какой-то палестинско-эфиопский дух. Вот не спутаешь его с другими палестинскими районами, старыми районами Иерусалима. Ну и, конечно, главная жемчужина этого района – это эфиопский храм, к которому мы с вами сейчас и подойдем. Вот это и есть вход в главный соборный храм, главный монастырь, главный эфиопский монастырь Святой Земли. Также здесь надпись «Лев из колена Иудина победил». Это, как сказать, царская фраза дома, эфиопского царского дома. О, я, главное, хочу ворота снимать, но, видать, эфиопки, они такие застенчивые, боятся выходить. Ну, ничего, мы поснимаем сейчас знак, где, в принципе, рассказывается о том, как все было приобретено в 70-е годы XIX века. Храм был построен не сразу, а только уже в начало XX века. В 1901 году уже завершена была работа над этим храмом. Интересно, что эфиопы такие благочестивые, что даже когда храм закрыт, они просто стоят, чувствуют благодать, которая вокруг храма. Кстати, храм стоит на святом месте. По преданию эфиопов, на этом месте Матерь Божия останавливалась, когда шла из Назарета в Горнее к своей родственнице Елисавете. И поэтому здесь еще задолго до того, как эту землю выкупил царь Менелик, жили, как говорят эфиопы, эфиопские монахи. И вот храм построен по образцу других эфиопских храмов. Он круглый, друзья. Посмотрите, вы, когда увидите на вечернюю внутреннюю часть храма, вы поразитесь, как устроен алтарь. Он имеет три входа, и, по сути дела, почти полностью можно его вокруг обходить. Ну, а вот и в подтверждение слов Рафаила мы видим батюшку, которая выходит вокруг храма и молится. И мы видим женщину-эфиопку, которая пришла даже в то время, когда храм закрыт, помолиться, посидеть около храма. Сам монастырь и храм называются на Геез Дебре Генат, то есть райский сад. Сама Богородица, она как райский сад, и само место это райский сад. Нельзя сказать, что храм имеет какую-то супер уникальность архитектурную, но для меня само сочетание места, сада, расположения и уникальность, действительно, этих совокупностей, этих элементов создаёт что-то совсем неповторимо. Интересно, что до сих пор точно неизвестно, кто архитектор этого монастыря и храма. Скорее всего, им был Конрад Шик, немецкий миссионер, археолог, архитектор, человек, построивший множество красивых зданий. Помните, это он проектировал район Меа-Шаарим и район Бухарим для евреев, это он строил знаменитое здание англиканской больницы миссионерской, ну и много других зданий. Кстати, был другом отца Антонина Капустина, и вот в его документах найден план этого монастыря и храма, нарисованный его рукой. Поэтому и предполагают, что, скорее всего, он и является архитектором этого шедевра. Он, кстати, сам жил здесь поблизости в Иерусалиме. Вот сейчас мы показываем вам дом, который называется Дом Фавор, построенный им для него и его семьи. Вот такой удивительный христианский, протестантский миссионер и архитектор, посвятивший свою жизнь Иерусалиму. От дома Конрада Шика до Эфиопского монастыря буквально две минуты ходьбы, и мы с вами сюда еще сегодня вернемся на вечернее, и побываем внутри этого потрясающего храма. Ну а сейчас мы с вами посмотрим, куда еще ходят Эфиопы в Иерусалиме, кроме старого города, гроба Господня и своего большого эфиопского собора. Ну, эфиопы и евреи, и те, которые идентифицируют себя как христиане, они все любят ходить по своим родным местам. Там, где можно тосковать по старой эфиопской деревне, посидеть с другими эфиопами и, в принципе, как бы кушать. И у нас появились действительно, я сам удивился, очень много интереснейших кафушек, ресторанов, где традиционная эфиопская еда. И эфиопов евреев, и эфиопов христиан объединяет невероятная любовь к Сиону и к Иерусалиму. Вы не представляете себе, через что прошли евреи-эфиопы, когда они в 80-е годы пешком через пустыню шли через Судан, вот сюда, на Святую Землю. Это была специальная операция Израиля по выводу еврейских племён эфиопии сюда. И среди них многие были христианами и думали, что они идут ко гробу Господню. Это вообще отдельная трагедия. И вот, прибыв сюда, нельзя сказать, что они разочаровались, ни в коем случае, но они увидели более современную, скажем, и более светскую жизнь, чем они ожидали. Тоже ощущают и те эфиопы, которые живут здесь уже много поколений. И это эфиопы христиане, конечно. И, конечно, поэтому есть у них некая такая тоска по эфиопии, по вот той простоте, в которой они жили там. И вот сейчас мы отправились с вами на вечернюю. Мы находимся внутри, в храме, посвящённом Пресвятой Богородице, в эфиопском монастыре Дебра Геннат, в Западном Иерусалиме. Храм устроен как тройной круг. Во внешней части круга могут стоять все молящиеся, внутри только священники, и вот в этом прямоугольном здании находится святая святых. То есть это такой своеобразный эфиопский алтарь. В него ведут три входа, а вокруг висят иконы, в том числе и наши православные русские иконы. Говорят, что некоторые из них подарил даже сам лично великий князь Сергей Александрович. Ну, а это эфиопские иконы. Посмотрите на яркие краски, на удивительные изображения святых с животными. Это немножко похоже на коптские иконы, похоже на то, как рисуют дети. И очень многие святые изображаются у них с крыльями. Этим подчёркивается ангельская жизнь святых уже здесь на земле. Это преподобные пустынники. Многие из них у нас общие святые, такие же точно, как у нас в православии, но есть и свои. А вот и святой Лаврентий, тоже подаренный в своё время русской духовной миссией этому храму. Да, это так. Когда храм был построен, русские хотели поддерживать связь с эфиопской православией. И тут ещё одна русская икона. Видите, вот здесь ковры. Здесь надо ходить обязательно бесяком, так же, как принято у мусульман, например, в мечетях. А мне эта традиция как раз очень близка. Настраивает на молитвы, когда стоишь бесяком. Обратите внимание, здесь и музыкальные их инструменты, в том числе барабаны, которые используют иногда во время каких-то крестных ходов, праздников. Вот эти иконы, которые мне немножко напоминают Henri Rousseau, есть такой французский художник. Конечно, неповторимая вот такая вот наивность, настоящая наивность. И дальше, да, за завеса святая святых. Я стою тут, и я чувствую так же, как, может быть, пророк Самуил маленький почувствовал, когда он был в Скинии, то есть храм, который был в городе-село, или как Богородица, когда была введена во храм. Я не могу это объяснить, но действительно, когда я нахожусь в этом храме, я чувствую, что эта связь с ветхим заветными традициями и с храмом, это действительно так и есть. Даже если кто-то докажет, что они не потомки царя Соломона, но по духу они действительно потомки. Сегодня народу здесь непривычно мало, потому что это будний день. Вот в субботу и воскресенье, в праздники здесь, конечно, битком. И вот сейчас мы хотим дать вам немножко послушать вечерню. Хочу обратить ваше внимание, что, как и многие традиционные церкви, эфиопы молятся на своем древнем языке. Говорят эфиопы на амхарском языке, а молятся на древнеэфиопском, который называется геэз. Амхарский, 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 амхарский Субтитры создавал DimaTorzok Вот такое путешествие мы совершили с вами сегодня к христианам последних времен. Действительно, в наше время уничтожение человеческих форм жизни, уничтожение традиций, нормального для человека способа существования на этой земле, вот такие общины хранят самое драгоценное – простоту жизни, связь с Богом и практическое повседневное хранение своих традиций, то без чего, наверное, ни один народ полноценно существовать просто не может. Наше сегодняшнее путешествие по Иерусалиму завершено. Мы надеемся, что расскажем вам ещё о многих традиционных общинах Иерусалима. А пока прощаемся и обещаем выходить в эфир как можно чаще.